Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. О молитве святитель Иоанн Златоуст беседует. Когда ты увидишь какое-либо случающееся затруднение, то молись Богу. Это единственный и самый лучший способ избавиться от случающегося с нами бедствия. Подлинно молитва есть великое оружие. Хотя бы ты был грешником. Посмотри на мытаря, который не был отвергнут, который очистился от такого множества грехов. Хочешь ли знать, как важна молитва? Это не мое слово. Я сам по своему суждению не осмелился бы высказать этого. Выслушай из Писаний, как молитва делала то, что не делала дружба. Положен, говорит Господь, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, Друг, дай мне взаймы три хлеба. А тот изнутри скажет ему в ответ, Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст по дружбе с ним, То по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Лука 11, глава 5, 8 стихи. Видишь ли, как в том, в чем не успела дружба, успела неотступная просьба. Так, как просивший был друг, то, чтоб ты не подумал, что он по этой причине успел, Сказано, если он не даст ему по дружбе с ним, То по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Если и дружба, говорит, не сделает этого, То неотступная просьба сделает то, в чем не успела дружба. С кем это было? С мытарем. Не был он другом Божиим, но сделался другом. Итак, если бы даже ты был врагом, То через неотступную просьбу сделаешься другом. Посмотри и находи ямку, и послушай, что Господь сказал ей. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Матфея, 15 глава, 26 стих. Почему же Господь сделал, если это нехорошо? Написано. По неотступной просьбе жена достигла этого добра, Дабы ты знал, что чего мы недостойны, Того делаемся достойными через неотступную просьбу. Я сказал это для того, чтобы ты не говорил, Я грешник, я не имею дерзновения, у меня нет молитвы. Кто не думает, что он имеет дерзновения, тот имеет дерзновения. Но кто думает, что он имеет дерзновения, Тот потерял дерзновение, как фарисей. А кто считает себя отверженным и презренным, Тот особенно и будет услышан, как мытарь. Посмотри, сколько ты имеешь примеров Хананиянку, мытаря, разбойника на кресте, Упомянутого в плечи друга, просившего трех хлебов И получившего не столько по дружбе, сколько по неотступной просьбе. Если бы каждый из них сказал, Я грешник и стыжусь, и потому я не должен приступать, То не имел бы никакого успеха. Но так как каждый из них взирал не на множество грехов своих, Но на богатство Божие человеколюбие, То, получив дерзновения, осмелился, И, будучи грешником, просил не по достоинству своему, И каждый успел в том, чего желал. Будем же помнить все это и соблюдать. Будем молиться непрестанно, бодрствовать, С дерзновением, с благими надеждами, с великим усердием. С какой ревностью другие молятся о враге врагам? С такой ревностью мы будем молиться и за врагов, И за своих братьев, и непременно получим все полезное. Потому что человеколюбив подающий, И не столько мы желаем получить, Сколько он желает нам подать. Итак, зная все это, Хотя бы мы погрузились и в крайнюю бездну нечестия, Не будем и тогда отчаиваться в своем спасении, Но будем приступать с благою надеждою, Убедив самих себя, Что мы непременно получим, Чего просим, Если станем просить, С установленными им законами. Господу нашему славу, Веки веков, Аминь. Беседа о том, Что не должно отчаиваться.